Друзья, полтора метра балкона, двухслойный гипсокартон, керамический блок, молодцы, выходишь из лифта для спама, нормальные человеческие звонки, широкие дороги, остановка общественного транспорта и обратите внимание на трещину. Сразу отмечу, школа, детский садик, за счет того, раз, два, три, четыре, проверка связи, как слышно меня, есть список задолженностей, то есть сразу видно. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов и сегодня мы с вами находимся в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Новосельем этот поселок стали называть с 1913 года. На тот момент в поселке насчитывалось всего четыре дома и восемь человек. В наши дни как домов, так и население прибавилось. Да и деревни это уже тяжело назвать. Жилой комплекс Нью-Питер застройщика возводит по кирпичной технологии с монолитными перекрытиями. Это, пожалуй, один из немногих застройщиков, который так строит дома. Высота зданий составляет от 6 до 12 этажей, а высота потолка стандартная в 2,7 метра и нестандартная в 3,1 метра. А о технологии строительства я вам расскажу, друзья, чуть позже. Не для кого не секрет, что у каждого строящегося здания есть класс энергоэффективности. Класс энергоэффективности показывает, насколько эффективно здание расходует тепловую и электрическую энергию в процессе эксплуатации. Так, согласно Федерального закона номер 261 об энергоэффективности зданий, а также требований к энергоэффективности зданий, теперь слушаем внимательно, проектирование зданий с классом энергоэффективности D и E не допускается. Ну, соответственно, строить вообще нельзя. Сейчас вы видите на своих экранах разрешение на строительство первых трех домов с классом энергоэффективности D. Четвертый дом, сданный 15 марта 2021 года, имеет класс энергоэффективности C. Но на этом, друзья, не все. Так, согласно информации с проектной декларации застройщика, лоты 11, 12, 13 и 16 имеют класс энергоэффективности D. Лоты с номерами 14 и 15 имеют класс энергоэффективности B. Высокий. Чтобы было проще понять, класс энергоэффективности D и C это старые советские дома. Чтобы еще было проще понять, то есть вы заплатили за квартиру в новостройке, а живете в старом советском доме. Раз заговорили о застройщике, то жилой комплекс Нью-Питер возводит специализированный застройщик СТ Новоселье с уставным капиталом 150 миллионов рублей. Самое приятное, что у комплекса пока нет студий. Квартиры представлены от однокомнатных до четырехкомнатных квартир. Один из важных для меня параметров при выборе недвижимости, это не только месторасположение, социальная и транспортная доступность, а это еще и квартирография комплекса. Квартирография комплекса показывает соотношение количества квартир к общему числу жилых помещений. Но, к примеру, если в доме тысячи квартир, и из них 700 квартир это студии однокомнатной квартиры, то о качественной жизни в таком доме, конечно, говорить не приходится. Я взял проектные декларации застройщика и акты ввода в эксплуатацию, сложил все квартиры, и у меня получились, друзья, следующие результаты. Однокомнатных квартир чуть более 47%, двухкомнатных квартир более 41%, трехкомнатные квартиры занимают 11%, и четырехкомнатных квартир всего 0,39%. В комплексе уже работает детский садик номер 14, но согласно официальной информации с сайта детского сада вакантных мест нет. Аналогичная ситуация и с детским садом номер 10. В Новосельской школе аналогичная картина. Вакантных мест нет. Но я здесь, честно говоря, даже не удивлен, друзья, потому что на такой огромный массив жилой застройки одной школы и двух детских садиков точно не хватит. Ближайшая станция метро Проспект Ветеранов. И здесь застройщик не обманул. До станции метро Проспект Ветеранов от комплекса без пробок 20 минут на собственном автомобиле. Отмечу планировочное решение от застройщика. А большие ванные комнаты, квартиры с террасами, двухуровневые квартиры. Мне лично планировочные решения понравились. Однокомнатную квартиру в жилом комплексе Нью-Питера можно приобрести от застройщика от 4 миллионов 700 тысяч рублей. На вторичном рынке аналогичная квартира уже будет стоить от 5,5 миллионов рублей. Но тут-то и понятно. Застройщик же в основной массе сдает все квартиры без отделки. Но есть услуга отделки под ключ. И можно выбрать из двух вариантов. Поэтому решать вам. Либо заплатить деньги за это застройщику, либо нанять своих специалистов. Друзья, у меня свое агентство недвижимости. Я работаю как с первичным рынком недвижимости, так и с вторичным. Я помогу вам продать и приобрести недвижимость. Работаю честно и открыто. Если вам нужна квартира для жизни, обращайтесь. Первое впечатление о комплексе очень положительное. Дворы смотрятся просто замечательно. Есть большой кустарник, деревья, отличные игровые площадки, огромнейшая горка далеке. То, что отдельно отмечу, это большими цифрами выделенные в каждом подъезде нумерация квартир. Мы видим лестницу номер 5, входная группа в уровень землей. Здесь отдельно вход в колясочную. Это реально удобно, что не нужно заходить через подъезд, а ты прямо с улицы берешь, ставишь свою коляску. Давайте зайдем и вместе все посмотрим. При входе достаточно большой тамбур, почтовые ящики. Первое, что мне здесь нравится, они открытого типа. То есть сразу видно, есть спам, либо нет спам. Есть квитанция, либо нет квитанции. Вывиска застройщика, строительный трест. Здесь у нас выполнена отделка в виде, так назовем это, караед. Ну, как бы смотрится недорого, друзья, смотрится недорого. Бросается в глаза вот такая технологическая труба. Но при этом отмечу, что здесь есть теплоизоляция. Закрыта на специальных хмутах. То есть это классно. Видите, есть коробочка для спама. Уже повесили с Новым годом. Отлично. Управляющая компания «Наш Дом Новоселье». Есть список задолженностей. Общая сумма 3 миллиона 96 тысяч 961 рубль 50 копеек. Это очень много. Очень много неплательщиков. Что мы здесь видим? Кладовку для колясок и велосипедов. Она закрыта. Это здорово служебное помещение. Мы видим красивую плитку. Вот это у нас элементы для маломобильных групп населения. Пожарный шкаф. Здесь он тоже. Тут опечатано. Можно открыть. Хо-хо-хо-хо. У нас здесь есть рукава для пожаротушения. Так, давайте проверим, что у нас здесь с зумером. Вот что-то я зумера не вижу, чтобы он тут работал. Еще одна дверь. Здесь совсем небольшой лифтовой тамбур. Здесь у нас два лифта. Сейчас посмотрим, где какой. Один можно вызвать. А, тут смотрите. Две кнопки вызова, но приедет какой-то первый. Вот у нас едет лифт. Он показывает, что едет второй уже этаж, первый. Это очень здорово. То есть мне это нравится. Здесь мы видим такую небольшую цифру 1. Наверху у нас гриляда и современное светодиодное освещение. Заходим. Это пассажирский лифт. Соответственно, напротив я понимаю, что у нас грузопассажирский лифт. Мы едем с вами на самый верх, 12-й этаж. Лифты Папас Элеватор. Слушайте, лифт смотрится очень классно. Кнопочки такие сенсорные. На них есть элементы для маломобильных групп населения. Слушайте, очень хорошая, красивая обшивка. Нормально светом. Есть видеокамера. Давайте проверим, как работает. Да, здравствуйте, проверка связи. Как меня слышно, подскажите. Проверка связи, как слышно меня. Спасибо, да, спасибо. Смотрите, нам ответили, нас услышали здорово. Что мне здесь нравится, обратите внимание, датчик по всей высоте двери. Заходим, здесь у нас аналогичный тамбур, 12-й этаж. Здесь сразу понятно, где находятся квартиры, есть указатель. Давайте зайдем, посмотрим. Сразу ощущается, первое, это высота потолка. Есть датчик на движение, загорается свет. Стены оштукатурены тем же караедом. И давайте считать. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять. Девять квартир. За счет того, что получается межквартирный коридор буквой П, вот если бы это был бы длинный коридор, вот такой куча квартир, это было бы как, знаете, в общагах. Здесь такого ощущения у меня лично нет. Вот, к примеру, смотрите, клапан. Клапан закрыт забралами. Забралы еще не поставили. А вот смотрите, вот здесь и есть решетка, а вот там почему-то на клапане нет. Получается, система дымоудаления, она без решетки, а подпора воздуха с решеткой. То есть туда, получается, вообще нельзя ее поставить по нормам? Ну, нежелательно, да. Проект не предусмотрен, наверное. Причем, если здесь мы видим обычный Амстринг, недорогой, то здесь мы видим горилляту для того, чтобы проходил воздух. То есть все сделано по уму. То есть, видите, кто-то может сделать, а кто-то почему-то не может сделать. Обратите внимание, какая широченная дверь для выхода на переходной балкон. Давайте выйдем вместе с вами, посмотрим. Сразу чувствуется, что здесь холоднее. Отсутствует замок, кто-то выломал накладку. Из-за снега непонятно, есть ли ограничитель двери или нет. Кирпич. Тут, мы видим, немножечко уже подошло, но тут, в принципе, ничего страшного. В принципе, все сделано достаточно аккуратно. Вот здесь, видите, расшивочка треснула почему-то. То ли это из-за крепления, то ли еще тут из-за чего-то. Это непонятно. Лещный марш мы посмотрим с вами чуть позже. Ограждение у переходных балконов открытого типа просто стоит обычная решетка. И вот здесь сверху мы можем как раз лицезреть на соседние комплексы, на строительство застройщикам, многоуровневых парковок. Но внешне, друзья, например, мне фасады нравятся. Смотрятся фасады красиво. Единственное, у меня только вопрос вот именно к цвету вот этого кирпича. Например, лично мне не нравится этот цвет кирпича. Ощущение, что он, знаете, такой совсем недорогой. То есть везде поставлен такой среднего уровня кирпич, а здесь почему-то взяли, влепили самый недорогой. Школа, детский садик. Все здесь находится во дворах. Большое достаточно расстояние. О, друзья, есть ограничитель. Вот он. Ну-ка, что это у нас? Какой-то железяк вывбили. Ну, вроде ничего так смотрится. Значит, мы видим нормальные детские площадки у детского садика. Вот, кстати, эта горка, которую я вам показывал снизу. Слушайте, ну, на первый взгляд, все хорошо. То есть я не вижу здесь чего-то такого, чтобы как-то бросалось в глаза, и это смотрелось как-то плохо. Вот из всех домов, которые я смотрел, их называю обычный эконом-класс дома, как я считаю, вот эти. То вот этот у меня пока комплекс, вот то, что я вижу, стоит на первом месте. Вот, кстати, обратите внимание, какая большая парковка. И, кстати, здесь, если посмотреть, сейчас день, у нас сейчас 2 часа дня, и вот видно, да, машины припаркованы, люди дома, понятно, сегодня 25-е число. 25-е, да? 27-е. Вот, я уже отстал от жизни. Но, как бы, видно, что места есть, то есть можно где припарковаться. Я, кстати, тоже приехал, вообще без проблем припарковался. Ну, вон, где-то на гамаке крутится. Здесь обращаю внимание, что первое, это окна ламинированные. То есть за счет ламинации вот этого черного такого цвета смотрится, конечно, все намного-намного интереснее. Ну что, давайте с вами, друзья, пройдем на лестничные марши. Достаточно интересное покрытие. Обратите внимание, знаете, такое ощущение, что как будто то ли это напылили, или пленкой покрыли. Можно обратить внимание на толщину стены. Здесь около, наверное, 60-ти сантиметров. Поднимемся выше. Слушайте, смотрится красиво. Что 12-й этаж, что, соответственно, 13-й. Ну, конечно, без дефектов здесь не обошлось. Обошлось, видно, что штукатурка, причем не просто отошла, а так хорошенько отошла. Непонятно, что вот здесь у нас такое. Аналогичная ситуация вот здесь. Видите, какая пошла трещина? То есть либо это из-за того, что здесь крепили где-то в углу двери, либо еще что-то. Вон, здесь видите аналогичная ситуация. Вот это, по мне, не очень. Вот тоже трещина. При этом кирпич. А вот здесь какой-то, так ощущение, что блок. Возможно, из-за того, что здесь разные материалы. Из-за этого пошла трещина. Но если вы знаете, обязательно напишите об этом, друзья, в комментарии. Вот, кстати, тоже, да, вот смотрите. С одной стороны закрыто все забрал им, как я называю. Но при этом то ли она срабатывала, обратите внимание на трещину. Ну, вот это жесть по мне. Здесь, тут, во-первых, много видов штукатурки. Я вижу, что штукатурка отслоилась. А сама трещина расширением примерно 4 мм. Это очень-очень много, друзья. Вот я включил. Этот показывает, что этот лифт на первом. А этот показывает, что... А, все, друзья. Здесь вместо табло. Здесь табло, это вот здесь, которое показывает, на каком этаже находится лифт. Странно, почему так кнопка не сработала. Сработало только это, потому что я слышу, что едет именно вот этот лифт. Как-то, ну, не очень понятно. Вот, и второй позаехал. Видите, едет один, едет второй. Сейчас посмотрим. Приезд, скорее всего, пассажирский. Значит, это пульт управления лифтами. Мне кажется, нужно вот вместо таких замков делать, знаете, вот такие специализирующие, закрывающие. О, вот у нас приехал отлично грузопассажирский лифт. И мы с вами едем на первый этаж. Сразу отмечу, что вот здесь, в этом, по крайней мере, доме, застройщик молодец, лифт поставлен вот так. То есть, когда вы сюда заходите с длинномерными предметами или с мебелью, это очень удобно и комфортно. Обещал вам рассказать про технологию строительства. Соответственно, что такое кирпичный дом? Это толстенные стены. Вот здесь где-то примерно получается около 60 сантиметров. То есть, построили этаж, значит, перемычки между окон, они из бетонных заводских блоков. А сверху уже заливается из бетона плита. То есть, на всю площадь дома, получается, заливается монолитная плита, как при строительстве обычных монолитно-кирпичных домов. Соответственно, сверху строится еще один этаж. Фасадный кирпич, он, соответственно, конечно, другой. Вот такой ровненький, красивенький. А внутри, вот интересно посмотреть, какой там кирпич забутовочный или что-то другое там применяет застройщик. Вот уже видим, да, дом Красносельское шоссе, дом 6 и класс энергоэффективности С. Здесь видны тоже достаточно большие деревья. В этом году очень-очень много снега. И обратите внимание, как здесь все хорошо убрано. То есть, каких-то огромных сугробов я здесь просто не вижу. Мне здесь понравились беседки. Мне здесь нравится освещение, урны. Вот снеговик, смотрите, как классно сделали. Ну и сама дворовая территория, где играют дети. Молодцы, нужно отдать. Вот можно поставить, я бы поставил пятерку застройщику. Контейнер для сбора мусора. Вот сюда вы будете ходить почти каждый день. Смотрите, сделано все под дерево. Есть отдельный сбор бумага, металл, пластик. Все сделано по уму и для людей. Ну и для того, чтобы не раздувало ветром, есть вот такие закрытого типа контейнеры. Так как здесь уже живут люди достаточно давно, здесь большое количество магазинов, супермаркеты, аптеки, кафетерии. И, блин, здесь уже есть нормальная жизнь. Не хватает здесь, конечно, это мест в школу и в детских садах. Поэтому здесь большое количество частных детских садиков за дополнительные денежки родителей. Еще мне здесь понравилось, что прямо у комплекса, то есть 2-3 минуты и тут же выехал накат. Но я хочу спросить вас, тех, кто живет в этом микрорайоне Новоселье. Как вы утром добираетесь? Есть ли здесь пробки? Что здесь с вечером, с заездом и выездом в ваши дома? Поделитесь, пожалуйста, с остальными подписчиками моего канала и напишите всю правду про транспортную доступность. Широкие дороги, остановка общественного транспорта и класс энергоэффективности построенного дома Д. Слушайте, там находится либо воздух, либо утеплитель, согласно проекту. И для того, чтобы была циркуляция воздуха и выходила влага, вот видите, вот такие расшивочки. Лестничный марш, как мы уже с вами видели, очень сделано красиво. Приятно здесь находиться и подниматься по ступеням. И вот в этом доме, к примеру, у нас нет уже вот этих моих нелюбимых переходных балконов. А есть сразу заход в квартирный коридор. Тут у нас все беленькое, широкие двери. Везде нумерация квартир. Нормальные человеческие звонки. Видеоключатели очень, кстати, удобно. Не промахнешься. Здравствуйте. Вы ремонт делаете или это ваша квартира? Это моя квартира. И как качество оцените? Хорошо. А принимали без ремонта даже квартира была у нас? Да. А как оценили? Сами принимали или с кем-то? Мне помогали. И что сказали приемщики? Ну, в целом, больших замечаний не было. Было пара углов поведенных. До пол немножко было, на два миллиметра в одном месте повело. И все? И все, да. У тебя по шумоизоляции как соседей слышно, нет? Пока. Я еще не заехал сюда. Я все равно нашел. Сегодня последний день перед заездом. Так что сегодня... Все, уже Новый год в новой квартире? Слушайте, круто. Спасибо. Ну, пожалуйста. Думаете, приобретели? Не, а я хожу, обозревая новостройки. Рассказываю все честно, объективно. Потому что застройщики сами, знаете, они там наговорят старикороба. А в итоге все по-другому. Да, нам, в принципе, нас не подвел строительный трест. Как бы так. Не, ну домики такие симпатичные очень. Ну да, инфраструктура все нормальная. Ну да, все уже здесь давно и есть. Ну, кроме садов и школ, там с высотами. Ну, школ не хватает, явно, да. Ну, это со временем справедливо. Спасибо. Пожалуйста. Лифт грузопассажирский обшит ОСБ панелями. Вот, кстати, первое замечание к строительному тресту. Если бы здесь затянули бы баннер, написали «Добро пожаловать домой», строительный трест, бла-бла-бла. Там ваши контакты. Было бы намного интереснее. Вау, вау. Друзья, посмотрите, какая обшивка лифта. Это под натуральное дерево. Слушайте, очень дорого смотрится. Очень. Лифт поехал наверх. Лифт едет ровно. Никаких посторонних звуков, вибраций и мотания кабины пока здесь нет. Девятый этаж. Ох ты, вот это приятно очень видеть. Девять здесь уже на дереве сделано. Видите, все проекты немножко разные. Ну, конечно, видно, что, да, белый цвет. Его тут подзамусолили, пока все таскали. Но это ерунда, это все покрасится и все. Вот, кстати, уголки есть. Это очень-очень классно, что сделано. Заходим. Раз, два, три. Четыре квартиры на этаже, друзья. Ну, это просто сказка. Кстати, все время говорю про ограждающие конструкции. Даже вот здесь, обратите, то есть они, в принципе, сами с виду простые, но при этом смотрятся достаточно классно. То есть они хорошие, за них не стыдно взяться, держатся крепко. Нет никакого вот этого люфта, как это бывает у многих, что уж туда-сюда их там ходят с последнего по первому этажу. Обратите внимание, друзья, кирпич прилегает к монолитной плите, минимальный шов. Внизу видно примыкание, остекление, не знаю, холодное похоже, да, холодное остекление. К монолитной плите сделан нормальный капельник для отвода воды. Низ стекла он затонирован, чтобы у вас было хуже видно. Слушайте, ну вот на первый взгляд, все достаточно сделано качественно и хорошо. Значит, толщина стены вот от этого угла до створки 45 сантиметров. Ну и там еще такое ощущение сантиметров 15. Вот пока идешь, думал, Билайн открылся. Нет, это кофе-хотдоги. Большое количество магазинов. Вот видите, частный детский садик. Вся инфраструктура уже здесь есть. А что мне еще понравилось, что между домами есть вот такая большая территория, где бесплатная парковка для жителей района. Дома все немного разные, смотрятся очень классно. Например, вот эти дома, как и в самом первом проекте, который еще сдавались в 2018 году. А вот здесь, обратите, дома уже смотрятся совсем по-другому. У них другая совсем архитектура. Они смотрятся, по мне, намного-намного интереснее. Идемте смотреть новый дом. Сразу видно номер подъезда, этажность, нумерация квартир на каком этаже, система допуска. Дверь открыта. Проходим. Большой холл. Дорого, богато. Название строительной компании. Ящики уже закрытого типа. Обычные недорогие ящики. Для спама. Маломобильный групп населения. Здесь у нас элементы декоративные под дерево. Грилляда черного цвета смотрится более дороже. Применены различные оттенки краски. Смотрятся симпатичные. Здесь цена уже, видите, не такая ярко выраженная фактура. По мне, вот это смотрится намного интереснее. Широкие двери. Ну, двери такие, видно, недорогие. Тут у нас должны быть коммуникации. Обратите внимание, что все закрыто. Все доделано. Они, как это часто бывает, знали, а там просто какой-то трындец. Колясочная. Ого. Слушайте, нормальная тут колясочная, друзья. Вот зашли в колясочную здесь. Так, тут у нас... А, тут закрыто. В общем, я так понимаю, что можно выйти как раз вот сюда. Слушайте, очень классно смотрится двор. Вот эти, кстати, дома, мне вот чем-то фасад напоминает магнифику от Банавы. Да, здесь, ну, он достаточно высотный комнат, но идет так ступеньками. Не помню, где-то порядка 8 тысяч вроде бы стоит парковка. 8 или 9 тысяч в месяц. Первый этаж. Так как дома невысотные. Вот, кстати, здесь, обратите внимание, вот то же самое покрытие какое-то интересное. Не знаю, что это за покрытие. Такое ощущение, что, знаете, много краски налили с какими-то элементами. Смотрится классно. Мне вот это нравится. Нет переходных... Ой, испачкался. Нет переходных балконов. Сразу же вид совсем другой у здания. Выходишь из лифта. Сейчас сразу раз. Два-три квартиры. И вот здесь еще немножко. А на последнем этаже, там вообще она одна. На девятом. Молодцы. Очень, на самом деле, неожиданно. Но застройщик действительно очень хорошо постарался. Проекты разные. Смотрится это все классно. За счет того, что здесь уже давно живут люди в этом районе. Уже налажено нормальное количество различных магазинов, которые нужны для повседневной жизни. И не нужно никуда далеко ехать и что-то покупать. Мне, например, понравилось. Видите, как сделали квартиры, нумерация наверху. То есть никому не мешает. Вот здесь уже звонки сделали на более удобном, комфортном расстоянии. То есть там они были высоко. Не каждый ребенок дотянется. А здесь уже ребенок дотянется. Который сам ходит. Там 4-5 лет и вы старше. Ровненько, красивенько. Запах краски. Кстати, с окнами тоже, смотри. Оп. И оно открылось на вентиляцию. Здравствуйте. Здравствуйте. Зайду, посмотрю. Вы не против? Да нет, Тёмно. Благодарю. Друзья, смотрите. Керамический блок. Отличный, шикарный материал. Нормально стоит. Большая, широкая дверь. Сейчас мы с вами измерим. Слушайте, здесь очень жарко. Я же вспотел. Ширину проема. Более метра. И обратите внимание. Прикладываю рулетку. И сделано все ровно. Высота потолка 2,76 метра. Сделана стяжка. На первый взгляд стяжка достаточно ровная. Перемычки из бетонных блоков. Современная верхняя подача холодной горячей воды. Нормально сделаны стаканы. Вот это видите? Вот обход. Это как раз противопожарная муфта. Она есть мягкая. Вот такая противопожарная лента. Закрыта. Кстати, из особенностей здесь все стены, не несущие в квартире, они из гипсокартона. В ванне я смотрю. Двухслойный гипсокартон на недорогих профилях. Внутри я вижу для того, чтобы поставили дверь, есть дерево. Вот она подводка воды. Большая ванна. Достаточно на низком уровне находится канализационная труба. Вентиляция сборная завода. Вот видно закладные. Все проварено. Гипсокартон у нас должен быть влагостойкий. Слушайте, держится крепко. Саморезы вроде прокручены все нормально. Наверху видно противопожарное кольцо, решетка. И здесь, в соответствии с российским нормативом, все дома, здесь должно быть противопожарное кольцо. И здесь его нет. Вот оно, противопожарное кольцо. Вот он, вот здесь стекло. И здесь вот они все это пытались страниц, сейчас это замерзло. А потом это все отмерзнет и снова потечет. Вентиляции. Ух ты! Дом газифицирован. Это огромный для меня плюс. Потому что газ это самое недорогое из того, что есть. Вот она вентиляция для кухни. Там у нас за стенкой находится ванна, однокомнатная квартира. Керамический блок. Широчайший проем окна. И здесь у нас мастика. Здесь у нас ее демонтировали. Видно, будет переделывать. Тут у нас пена. Окно на... Блин, все забывай, как они называются. Не направляющие, забывай, как вот эти штуки называются. Ну, видите, так нормально сделано было. Вот что-то исправляют. Радиатор. Горячий ты какой, господи. Офигеть. Долго руку не подержишь. Очень тепло. За счет, кстати, керамики здесь очень теплые дома. Подводка снизу. Давайте с вами выйдем на... Что это у нас? Балкончик. Слушайте, балкон достаточно широкий. Я бы не сказал бы, конечно, что он очень широкий. Но, друзья, полтора метра балкона. Обращаю внимание, что здесь все полностью сплошное холодное истекление. Ух ты! Смотрите, что здесь есть. Застройщик предусмотрел канализацию для тех, кто будет встанавливать кондиционер. Есть розетка заземленная. Ставите кондиционер, трубку сюда. Конденсат вам не капает на гуну. Ух ты! Слушайте, как четко сработала фурнитура. Ну-ка, здесь так же, ребят. Вау! Красавца! Слушайте, ну даже с высоты... Блин, дом очень красиво смотрится, мне нравится. Очень нравится, очень смотрится красиво. Есть французские балконы, есть обычные большие балконы. И вот видите, вот нижняя часть, она более затемнена, чтобы вы могли в труселях разголивать. И у вас не было видно с улицы. Здесь у нас такой кирпич. Он немножечко напоминает, знаете, такой под старину сделан. Вот видите, вот такие элементы под старину сделаны. Смотрится классно. Стенки толстенные. Сейчас зайдем в комнату, посмотрим комнату. Сразу отмечу, что большое количество розеточных групп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, можно посчитать. Металлическая газовая труба. Кстати, окрашена нормально. Издалека я вначале подумал, почему она пластиковая. А это так хорошо. Окрасили матовой краской трубу. Ну, кстати, вот здесь вопрос только, что блоки почему-то, вот видите, такой моментик, что блоки керамические не на клею, а на цементной связке. Но при этом в соответствии с нормативом здесь кладочного раствора меню здесь где-то около сантиметра. То есть можно его класть и на него, но, конечно, лучше класть на клеем, потому что будут терморазрывы. Соответственно, плотность и теплопроводность у блоков керамических, она одна, у, соответственно, цементного состава она другая. Поэтому это все обычно ставится на клей. И еще обращу внимание, что вот эти направляющие металлические, для того, чтобы они держались, так как вот керамический блок, он пустотелый, и чтобы его не разрушить, здесь есть вставки из обычного пола, я так понимаю, цельного, вернее, кирпича. На которой как раз и крепятся вот эти пластины, на которых держатся окна. Счетчик газа. Газом не пахнет, кстати. И комната. Небольшая комната с низшей. Класс. И обратите внимание, что здесь тоже двухслойный гипсокартон. Застройщик не экономит. Слушайте, стены держатся крепко. Да. И вот здесь еще вот этот кусочек нарастили. Это очень здорово для монтажа двери, чтобы нормально установить наличник. Ухода в подъезд у нас есть урна. У нас есть красивая парковка для велотранспорта. Кустарник. Уже большие посажены деревья. И аналогичные фонари, которые мы видели и в других домах этого застройщика. Фасад очень смотрится красиво. Мне нравится. Молодцы. Хорошо постарались. Смотрится очень современно. Знаете, такое ощущение, что я сейчас нахожусь не в России, а в совсем другой стране. Класс энергоэффективности D. Вот этот момент для меня очень странный. Если кто-то знает объяснение этому, то обязательно напишите об этом в комментариях. Здесь мы с вами можем как раз наблюдать картину, как возводятся стены. Вот как я говорил, видите, стены из, получается, у нас это не кирпич, а керамический блок. Применяет фасадный кирпич. А сами все перекрытия из монолитного железобетона. Это практически вечные дома. По такой же технологии, похоже, достроили кирпичные дома в царское время. Дома состоят до сих пор. Монолита тогда, бетона тогда не было. Поэтому применяли либо деревянные перекрытия, либо на металлических двухтавровых балоках. Друзья, вы часто меня просили в своих комментариях под видео давать какую-то свою оценку в конце видео. И вот под этим видео я как раз хочу об этом сказать. Во-первых, мне очень понравился комплекс. Мне понравился вообще, как здесь обустраивается, строится, застраивается территория. Мне нравится то, что здесь малоэтажное строительство. Мне нравится то, что я видел. Это качество строительства. Здесь достаточно интересные цены. Задал я уже до этого вопрос, как сюда добираться и выезжать. Потому что я приехал сюда днем и особых пробок здесь не было. То есть я достаточно быстро сюда доехал. Мне еще не понравилось, что прямо за дом выехал. У тебя уже кольцевая дорога. И едь, как говорится, куда хочешь. У меня осталось очень положительное впечатление о комплексе. Мне нравится, что здесь достаточно большое количество уже коммерческих объектов. Работает. Все открыто. Единственный, конечно, для меня минус, я думаю, и для будущих владельцев, у кого есть дети, это отсутствие надлежащего количества мест в школах, в школе и в детских садах. Обязательно пишите в комментариях, какой вы хотите увидеть следующий комплекс моих видео. Тот комплекс, который наберет больше всего ваших комментариев, тот я и покажу в следующем своем видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь и говорю до скорой встречи. И желаю вам счастья и здоровья в новом 2022 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»